Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Сегодня главарь республики встретился с председателем регионального комитета семей воинов Отечества по Карачаево-Черкесии Аидой Ханушка. Рашид Тимреза выразил соболезнование Аиде Мавлетовне, у которой супруг погиб при выполнении боевых задач на входе СВО. Она рассказала, что решение возглавить комитет семей обусловлено тем, что ей не безразлична судьба военнослужащих, которые сейчас в зоне спецоперации, и она чувствует в себе силы и готовность быть полезной им и их семьям, потому как знает, как такая поддержка необходима. Векторы работы комитета семей воинов Отечества сформированы на основе поручений президента страны. Правительство России совместно с этой организацией должно будет разработать комплексную программу сопровождения участников СВО, а также членов их семей. Главарь республики заверил, что абсолютно по всем вопросам Аиде Мавлетовна может рассчитывать как на личную, так и поддержку коллег. Аиде Мавлетовна отметила, что семья – главный рецептор информации от солдата. Она первая узнает, что там происходит, чего не хватает. И такое общение поможет четко знать, какая помощь необходима. Сегодня Карачево-Черкесию посетили депутаты Государственной Думы России Казбек Тайсаев и Яна Лантратова. Члены рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публично их власти и организации по вопросам поддержки военнослужащих и членов их семей приняли участие в совещании с главой республики Рашидом Темрезовым. Подробности у Алибаташева. Когда солдаты сами на передовой видят ту работу, которую вы проводите, это очень приятно, так что спасибо вам огромное. Депутаты Госдумы России Казбек Тайсаев и Яна Лантратова приехали из Украины. Они выразили благодарность за гуманитарную помощь, оказанную Карачево-Черкесией, жителям Донецкой, Луганской республик и военнослужащим СВО. Мы познакомились с Казбек Куцуковичем в свое время, в 2014 году в Донецкой народной республике. И тогда я помню, как мы вывозили оттуда детей, в том числе раненых, как оттуда уезжали беженцы, как оттуда передавали гуманитарную помощь. Я помню, какой объем помощи был оказан именно Карачаево-Черкесии. Я помню, сколько делала ваша республика, сколько делали люди, непосредственно некоммерческие организации, объединения, добровольцы, сколько детей вы принимали и на отдых, и на реабилитацию. И за эту помощь я хочу сказать большое спасибо всей вашей команде. Начиная с 2014 года, Карачаево-Черкесская республика начала принимать беженцев из Донецкой и Луганских областей, оказывать им сельскую помощь. От них, как говорится, мы в первый хуст узнавали о тех бедах и лишениях, которые многие лет испытывали жители Донбасса, о многих проявлениях нацизма со стороны киевских властей по отношению к мирным гражданам. Именно по этой причине абсолютно подавляющее большинство жителей Карачаево-Черкесской республики, как и в целом всей нашей большой родины, поддержали решение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о проведении специальной военной операции. На совещании обсудили вопросы поддержки военнослужащих из Карачаева-Черкесии, участвующих в СВО и членов их семей. В ходе пресс-подхода члены рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам поддержки военнослужащих и членов их семей рассказали о своей работе и ответили на вопросы журналистов. В любом случае победа будет за нами. Конечно, проблемы есть, вопросы есть. И когда вот такая слаженная команда, которую сформировал ваш главар, когда это есть, эти вопросы решаются гораздо быстрее и удачнее. Поэтому спасибо всем жителям республики. Уверен, что совместными усилиями мы приблизим нашу победу. И вот сегодня, что было важно на нашем заседании, во-первых, мы увидели, что каждый представитель того или иного ведомства с душой относится к своей работе, знает лично каждую семью, тех, кто находится там, защищает свою родину. Мы сегодня проговорили те предложения, которые озвучили лично мобилизованные семьи, что нужно поменять. Для себя зафиксировали некоторые моменты. Мы обязательно отразим их в общем докладе. Ежемесячно наша группа готовит доклад президенту. Мы отразим их во время своей работы в Государственной Думе в виде инициатив, законодательных предложений. Обязательно эту тему отработаем. Работа как по поддержке наших военнослужащих, так и членов их семей обязательно будет продолжена, отметил глава республики Рашид Тимрезов. При этом главная задача, чтобы эта помощь обязательно была адресной и поступала непосредственно нашим военнослужащим. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии Олег Мальцев провел заседание коллегии ведомства по итогам деятельности за 2022 год. Мероприятие прошло в режиме видеоконференц-связи. В отчетном году была проделана значительная работа по обеспечению стабильной обстановки в республике по нейтрализации угроз достижения национальных целей развития страны. Что касается итогов, то в 2022 году отмечается рост правонарушений на 2%, тяжких и особо тяжких преступлений на 19%. Продолжает свое широкое распространение преступления, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Вместе с тем, Карачаево-Черкесия входит в десятку регионов, в которых отмечено снижение числа убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, краж, в том числе автомобильных, грабежей, разбоев, мошенничеств, поджогов, преступлений в сфере ТЭК. Реализованы меры по обеспечению безопасности дорожного движения. Проведена статистическая оценка деятельности территориальных органов МВД России на районном уровне за 2022 год, согласно которой первое место занимает ОМВД России по Малокарачаевскому району. Общественники держат вопросы строительства и ремонта социальных объектов в республике на контроле. Начали мониторинг с третьей школы Черкеска. На этот объект с проверкой приезжали не раз. Капитальный ремонт производят в рамках региональной программы «Модернизация школьных систем образования». Для его проведения школу освободили год назад. Образовательный процесс школьников продолжается в 18-й гимназии и 10-й школе Черкеска. Но все ждут возвращения в свое учебное заведение. Подробнее Альвина Ламкова. На пленарном заседании был поставлен вопрос об усилении контроля со стороны общественных палат регионов о строительстве социальных объектов, в том числе и капитального ремонта школ. Сейчас идет активная реализация данного направления. Не только потому, что общественная палата Российской Федерации ставит данный вопрос, а потому что мы сами общественники, являясь жителями Крачаева-Черкесии, являясь теми же родителями, бабушками и дедушками, и к нам приходят различные обращения, неравнодушные граждане. Общественный мониторинг стартовал с третьей школы Черкеска. Затем проверят Ногайский район, станицу Зеленчукскую и Староживую. И дальше по графику отметила Елена Лешова. В заключении выездных встреч проведут заседание круглого стола. В процессе мониторинга были и спорные моменты, но они тут же на месте находили решение. Теперь мы будем засыпать, бетонировать и сверху уже будем на старшую стену делать полы. В школе атмосфера большой стройки. Несмотря на то, что учебное заведение уже год на ремонте, впереди еще немаленький объем работ. Речь идет об обновлении фасада, кровли, фундамента, потолков, полов. Также ремонт учебных классов, актового спортивного зала, пищеблока. Требуется замена дверей, перекрытий, инженерных систем, вентиляции, отопления, электропроводки и многое другое. В данный момент работают штукатурщики, кровельщики, плотники, специалисты по демонтажу. Все работы ведутся параллельно. Решения по дизайну, по тем особенностям, которые необходимо сделать именно для этой школы, нужно принять сообща, отметили на встрече. Мы увидели, что работы ведутся, что они не стоят уже хорошо, уже большой плюс. Во-первых, увидели, что подрядчик заинтересован и готов к работе, и нам обещает, и говорит, что он четко выполнит 1 сентября, что мы и проверим. Но обещать не значит жениться, поэтому на то мы, соответственно, здесь общественники и собрались. Сергей Владимирович в строительной отрасли проработал 40 лет. Он в этом деле хорошо разбирается. Работа только начата, поэтому каких-то окончательных выводов делать рано. Но стремление подрядчика сделать хорошо и качественно есть, видно по всем подходам, хотя недостатков немало. И я бы хотел призвать подрядчика больше, так сказать, вникать в проектную техническую документацию. Сейчас, конечно, новые технологии, оборудование, поэтому и строители не стоят на месте, учатся. Количество задействованных людей на объекте зависит от погоды на улице. Сами понимаете, сейчас холод, и в многих местах я штукатурить не могу, я пушками грею. Людей, конечно, будет намного больше, чуть распогодится. Я же говорю, проект большой, и есть моменты выходят, которые проектам не учтены. Вот мы вызываем проектировщика, согласовываем это все, что мы вот такое решение принимаем. То есть совместно принимаем решение и исправляем данные моменты. В споре рождается истина. Я, наоборот, приветствую такие моменты. Почему? Чтобы да правда, да истинно докопаться. Весь необходимый металл для кровли уже завезли на объект. В ближайшее время после анализа потолочных балок займутся карнизом. Его будут подшивать железом. Ремонтные работы находятся на середине пути, отметил Надир Надирович. Через месяц будет другая картина. На сегодняшний день в третьей школе ведут демонтажные работы, и они по большому счету уже завершены. Идет отделка этажей, штукатурка, шпаклевка и покраска. В процессе работы выясняются и аварийные участки. Их тут же дорабатывают. Строители уверяют, что объект будет сдан к оговоренным срокам. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды. После мы продолжим выпуск. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью до 6 градусов мороза, а днем до 5 тепла. Продолжаем выпуск. Детская образцовая студия национального танца Таулу из Карачаевска стала чемпионом России по народным танцам. Руководитель Шамиль Эсеку признан лучшим болидмейстером-репетитором на всероссийском конкурсе. В Москве состоялся финал чемпионата страны по народным танцам имени Кольцовой, в котором Карачаевск был представлен детской образцовой студией национального танца Таулу. Коллектив стал чемпионом России по народным танцам в номинации «Народная стилизация» и вице-чемпионом в номинации «Народный танец». Юношеская возрастная категория. На дворце спорта юбилейный завершился межрегиональный турнир по греко-римской борьбе в честь мастера спорта СССР Таймураза Бабо Хадия. Сильнейших определяли среди спортсменов 2010-2015 годов рождения в 24 весовых категориях. За состязаниями следил Ахмат Халкечев. Броски, захваты и удерживание противника. Со стартом состязаний жарко становится не только на ковре, но и на зрительских трибунах. Этот турнир проводится ежегодно, и в этом году намного больше участников, чем в предыдущие годы, и география тоже расширилась. Турнир, в честь нашего именитого наставника Таймураза Бабо Хадия, воспитавшего не одно поколение чемпионов, собирает юных борцов со всей страны. Состязание организовано по инициативе РКОС со спортивной школы номер 5 города Черкеска при поддержке и управлении физической культурой и спорта республиканской столицы. Дети опыт набираются на таких соревнованиях. У нас сейчас года 2000-2011, 2012-2013 и 2014 года и младше у нас идут сейчас. Турнир шел два дня. В финальных схватках спортмены боролись за золото состязаний. Несмотря на юный возраст участников, уровень конкуренции крайне высок. Оно и понятно, ведь соревнования собрали свыше 300 юных борцов из более чем 15 регионов России, а также стран СНГ и ближнего зарубежья. Это очень достойный турнир. Мы рады, что мы приняли участие. И мы всегда принимаем такие приглашения и с удовольствием едем. Привезли мы с Крыма 7 человек. У нас уже один чемпион, 3 третьих места и ждем еще финальной схватки. Занимаюсь уже 4 года. Соперники очень опытные были. А в финальном тоже достойный. Набрал... Уже набрал силы. Мне было трудно очень. Ну а первую золотую медаль турнира в общую копилку Крачево-Черкесии принес Алим Гогов, выступавший в категории 24 килограмма. Юному спортсмену пришлось провести 4 схватки, чтобы стать чемпионом турнира. Сегодня на соревнованиях, когда ты только вышел на первую схватку, какие расчеты у тебя были? Победить. И сомнений с самого начала не было, что ты окажешься в финале и выиграешь. Как ты думаешь, что тебе помогло выиграть? Три лыров, пусть я такого. К концу соревнований наши борцы в общей сложности выиграли 3 золотых, 2 серебряных и 7 бронзовых медалей. Сильнейшими в своих весовых категориях стали Алим Гогов, Назаркиков и Артур Туаршев. Ну а Тимофей Малиночкин и Эмир Ксалов завоевали серебро. Бронзовые медали Орина Тавыкова, Рахима Сатемирова, Эльдара Меремкулова, Ансара Кунижева, Давида Григоряна, Нарта Псигунова и Азамата Нахушева. Ахмат Алкичев, Расул Бердиев, Вести Крочаева, Черкесия. Это все Вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова